Во Франции найдены новые сведения о выступлениях в Париже выдающегося казахстанского певца, казахского, простите, певца, музыканта и актера Амрика Шаубаева. Концерты проходили во время Всемирной выставки декоративного искусства в июле 1925 года. Важную информацию об этом в 1974 году в московских архивах обнаружил казахстанский музыковед и исполнитель Жаркан Шакарим. Он издал несколько биографических книг о прославленном певце. Одна из них под названием Амри в Париже, объединившая все наследие о нем, была издана в конце прошлого года. Жанат Эрнст подробнее. Выдающийся казахский певец Амрика Шаубаев оказался в Париже летом 1925 года в составе Советской культурной делегации, приехавшей на Всемирную выставку по декоративному искусству. Казахские народные песни Балкадиша, Дударай, Агашаяк, Каратургай, Жалгазаршай и другие он исполнял в сопровождении Дамбры. Всего в Париже артисты дали 11 концертов. Казахский музыковед и исследователь Жаркан Шакарим в своих книгах пишет о том, что газета «Парижская неделя» сообщала о его выступлениях в номерах от 25 и 26 июля. Но совсем недавно казахстанский дипломат, заместитель постоянного представителя нашей страны при ЮНЕСКО, Аскар Абдрахманов, обнаружил совершенно новые сведения об этом периоде. Возможно, именно по этим улочкам и ходил наш прославленный певец-исполнитель Амрека Шаубаев во время своего пребывания в Париже в июле 1925 года. Здесь по адресу авеню Сан-Жорж 51 и находился концертный зал «Саль Кумуэдия», где и проходили его выступления. Здание находится в девятом округе французской столицы, прямо на полпути между Лувром и Монмартром. Сегодня в нем располагается драматический театр «Сан-Жорж». Бумажных версий старых газет в Национальной библиотеке Франции не предоставляют. Все выпуски «Парижской недели» 25-го года прошлого столетия отсканированы и переведены в цифру. Поэтому Аскару Абдрахманову предоставили их в формате микрофильма. В них он и нашел анонсы культурных мероприятий в рамках Экспо 1925 года. Библиотекарь подсказала, что о выступлениях артистов из СССР в июле того года могла написать и другая газета «Кумуэдия». Здание располагало и одноименным концертным залом. Главное, что, на мой взгляд, удалось найти, это адрес, по которому проходили концерты, и где с парижской сцены прозвучал голос Амре Кашубаева. Второе – это прекрасная, на мой взгляд, рецензия выдающегося французского композитора и музыковеда Поля Лефлема, который дает очень высокую профессиональную оценку выступлениям Кашубаева. И, в частности, говорит следующее, примерно следующее. Странная для западного человека поэзия исходит от этих песен, рожденных под другим небом, но они передают ту же надежду на счастье и ту же надежду на боль, что и другое искусство. В последнем июльском номере парижской недели Аскар Абдрахманов нашел статью, перевод которой уже приводился в книгах исследователя Жархана Шакарима. В ней опубликованы ранее фотографии участников концерта фольклорного искусства СССР. Еще одного издания «Ле Мюзикаль», о котором сообщалось в трудах Ахмета Жубанова, найти пока не удалось. Это было очень волнительно на страницах французских газет 1925 года прочитать о наших песнях, о голосе Амре, который действительно поразил местную публику, местных музыкальных критиков. А это, напомню, действительно культурная столица мира, особенно в то время. В информации о пребывании Амре Кошаубаева в Париже есть еще много белых пятен. Его встреча с выдающимися деятелями культуры того времени, Руменом Руланом и Анри Барбюсом, месторасположение гостиницы «Дарья», где проживал певец, или судьба парижских записей с песнями Амре. Известно, что профессор университета Сорбона Юбер Перно записал тогда семь песен в его исполнении. В 1974 году записи с голосом Кошаубаева были обнаружены музыковедом Жарканом Шакаримом в Москве. Но сделаны они были два года спустя после парижского триумфа. Загадкой для Аскара Абдрахманова остается и то, почему ежедневная газета «Кумуэдия» осветила не все анонсированные концерты Амре и его коллег. Но все же есть надежда, что ответы на эти вопросы будут найдены уже в недалеком будущем. Жанна Тернежу, Мартахметов, Хабар 24, Франция, Париж. Жанна Тернежу, Хабар 24, Франция, Париж. Субтитры, Хабар 24, Франция, Париж. Продолжение следует...